В современном мире люди страдают от самых разных проблем, в том числе от зависимости и компульсивного поведения. Зависимость от каких-либо веществ, алкоголя, никотина, кофеина и других аспектов жизни. Эти зависимости и компульсивное поведение могут привести к таким психологическим состояниям, как депрессия, маниакальная депрессия. Что всё это по сути означает? По той или иной причине мы не можем использовать избирательные измерения того, кем мы являемся. Что по сути означает быть человеком? Несмотря на то, что у нас есть инстинкты, потребности, человек способен использовать свой избирательный ум таким образом, что он может преодолеть свои потребности и компульсивное поведение. В отличие от других существ, у человека есть возможность использовать свой избирательный ум такими мощными способами, что он даже может преодолеть фундаментальные жизненные потребности. Вся система йоги, или то, что мы сейчас называем внутренняя инженерия, по своей сути направлена на то, чтобы получить возможность использовать избирательное измерение того, кем мы являемся. Избирательное означает, что мы можем управлять нашей жизнью так, вне зависимости от того, к чему нас подталкивают жизненные ситуации, в которых мы находимся, или химические процессы в теле, или другие влияния в нашей жизни. Выходя за пределы своих химических реакций, своей генетической памяти, ситуаций, в которых он находится, человек может создать свою жизнь такой, как он хочет. Основополагающий процесс внутренней инженерии — дать человеку возможность применять свое избирательное измерение таким образом, что он сможет переместить свою жизнь к измерению, которое находится за пределами ее нынешних ограничений.